Всем привет! Меня зовут Диана и я являюсь преподавателем в обмайн-школе программирования Pixel. За окном декабрь, а значит настало время подводить итоги года. В сегодняшнем видео я бы хотела рассказать вам про 6 классных игр 2021 года, сделанных на платформе программирования Scratch. Ну что, поехали! Первая игра называется Piloted Woodpecker, которая переводится как Дятел. Это необычный кликер, который поможет создать новогоднюю атмосферу. Суть игры заключается в том, что нам необходимо кликать на ствол дерева, на котором сидит дятел, и клюет кору в поисках желудей. Можно использовать мышку или же клавиатуру, клавишу пробел. В самом начале игры за каждые 5 кликов дятел получает 1 желудь, но в дальнейшем можно копить желуди и покупать различные фишки. Например, за 100 желудей можно купить второго дятла, который ускоряет процесс добычи. Можно также покупать улучшения, которые будут давать большее количество орехов за то же количество кликов. После покупки второго дятла можно завести им птенца, которого надо растить, после чего он присоединяется к своим родителям. В магазине можно также покупать скины для дятла, таким образом меняя его оперение. Очень классная функция находится в левом верхнем углу. Нажав клавишу Snow On, мы можем включить снегопад, что создает очень уютную зимнюю атмосферу. В общем, очень необычный кликер, который быстро не надоедает. Всем советую. Следующая игра называется Paltry Peril и переводится как «Опасность для пернатых». Игра сделана в жанре выживания. Мы играем за курицу, которой нужно продержаться на поле как можно больше времени. Управляя ей с помощью стрелочек, мы перемещаемся по полю и стараемся избегать соприкосновения с коровами, которые рандомно возникают в различных частях поля и преследуют курицу. В самом начале игры нам необходимо не только убегать от рогатых, но и собирать яйца. Всего их можно забрать 10, после чего очки за них не будут добавляться. Если все-таки мы сталкиваемся с коровами, ничего страшного, ведь у нас есть 5 жизней и за каждое столкновение забирается только полсердечка. Периодически на поле будут появляться различные бонусы, типа щита, который временно позволяет нам стать неуязвимыми. Еще мне попалась дымовая завеса, которая уничтожает коров по близости. Играя в эту игру, отлично развивается контроль клавиш и реакция, ведь со временем коровы ускоряются, а их число растет. Сверху экрана есть счетчик, который показывает накопленные очки, поэтому в эту игру можно играть с друзьями и соревноваться в ловкости. Ну а мы двигаемся дальше. Игра для тех, кто устал и хочет немного отдохнуть и расслабиться. Называется она просто Snowflakes. У нее нет конечного пункта, это просто пространство, в котором с помощью снежинок можно рисовать. Если вы хотите, чтобы снежинка появилась в определенном месте экрана, просто кликните мышкой и все. Все, снежинка готова. Все снежинки очень разные и красивые, поэтому можно просто любоваться ими или составлять различные фигуры. Я, например, попыталась нарисовать цыпленка и звездочку. Если вы придумали, что еще можно делать в этой игре, делитесь своими идеями в комментариях. А мне уже не терпится рассказать вам про следующую игру. Игрушка с преодолением препятствий называется Desert 2. Стоит заметить, что в нее можно играть и с телефона, и с компьютера. В ней главный персонаж – это маленький черный червячок, который хочет преодолеть гору. Для этого ему надо справиться с различными препятствиями, которые возникают на пути. Сначала будет небольшое обучение, где вы сможете понять, как именно можно управлять героем. С помощью стрелочек происходит перемещение. Когда мы достигаем препятствия, которое невозможно перепрыгнуть, червяк может прыгнуться к земле и проползти снизу, с помощью стрелки вниз. В этой игре достаточно много уровней. Со временем будут появляться различные животные, типа львов и пантер, которые тоже необходимо преодолеть. Некоторые уровни заметно сложнее, чем другие. Поэтому, если вы с легкостью прошли первые, не обольщайтесь. Хочу заметить, что механика игры сделана на высшем уровне. Очень увлекательная бродилка. Но мы переходим к игре под названием Scratch Jump. Наверняка многие играли в игру под названием Doodle Jump. Так вот, суть игры очень похожа. Только управление происходит не за счет наклона телефона, а с помощью стрелок вправо и влево. Мы играем за кота, который старается по блокам забраться как можно выше. Интересная особенность этой игры заключается в том, что иногда блок находится с противоположной стороны экрана, и до него просто невозможно допрыгнуть. В таком случае можно прыгнуть в один край экрана и с помощью телепорта оказаться на противоположной стороне. Тут нет очков, поэтому соревноваться с друзьями не получится. Мне не удалось дойти до конца, да и в целом я не уверена, что у нее есть конец. Возможно, это просто бесконечная карта, которая помогает научиться контролировать игрока. Ну и последняя игра 2021 года, про которую я расскажу сегодня. Называется она Super Mario Bros. Если кто-то играл в Марио, то суть игры должна быть понятна. Управление происходит с помощью стрелочек. Для прыжка используется стрелка вверх. Это 2D-бродилка, где необходимо собирать монетки, счетчик которых размещен вверху экрана. Некоторые блоки помечены знаком вопрос. Ударив их головой, мы получаем сюрприз. Он может оказаться приятным, например, выпадает несколько монет. Или же не очень. Появится монстр, которого надо одолеть. Сделать это не сложно. Нужно просто прыгнуть на него сверху. Но будьте внимательны. Так как монстры двигаются, есть вероятность того, что промазав, он вас поймает и придется начинать с самого начала. В этой игре у Марио есть всего лишь одна жизнь. Поэтому необходимо быть предельно внимательным. Ну вот и все. Сегодня я рассказала вам про 6 интересных игр 2021 года, сделанных в Scratch, которые помогут скоротать предстоящие новогодние каникулы. Играйте один или с друзьями. В любом случае, я уверена, что вы отлично проведете время. Если вас заинтересовала использована платформа Scratch, и вы бы хотели придумать и воплотить в жизнь свой личный проект, добро пожаловать в онлайн-школу программирования Pixie. Вся информация доступна по ссылкам в описании. Всем пока! Увидимся в следующем 2022 году. Субтитры сделал DimaTorzok